Если ваш голос сел или исчез, можно просто заменить батарейку. Будущее за холодным синтезом. И сейчас очень много начали об этом говорить. О том, что скоро придет бесплатная энергия. Но пока мы все живем в старом мире, в 19 веке. Забывая о том, что и правительство делает для этого все в своих выступлениях, чтобы мы перестали думать о будущем. Потому что если народ распалит себя великолепным будущим, если он этого захочет, его уже никто не остановит. Если мы разжигаем свои собственные мечты, то нас уже никто не остановит. Вы видите, что партия 5-10, которая зарегистрирована буквально в апреле, уже участвует во вторых своих выборах. И прекрасно проигрывает свои вторые выборы. Не обращаю внимания ни на кого, потому что самые большие предложения мне идут от политологов, политиков, политпиарщиков, а также добрых граждан, которые мне все время советуют. Да перестаньте выговорить правду людям, они за вас не проголосуют. Да перестаньте им рассказывать о том, что они нищие и бедные. Они обижаются на вас. Да перестаньте ругать сельское хозяйство. Оно у нас перспективно. Начните врать с трибуны. И за вас начнут голосовать люди. Так вот я вас уверяю, ни Балашов, ни партия 5-10, во-первых, не изменят ни одного пункта своей программы, пока мы ее не добьемся. Это могут быть и 10 выборов. Во-вторых, я не собираюсь потакать бестолковым людям, которые чего-то там хотят в своей голове, и просто не имея информации о том, что они могут, и что для них возможно, начинать им потакивать, как Ляшко. Дело в том, что все политики просто врут на глаз экрана. Просто дурят нас. Посмотрите, что они говорят. Тимошенко идет с какой-то молодой командой. Из Гарварда, Нюрберга, не знаю, откуда там она ее набрала. Все в белом, и она между ними. А на самом деле это вранье. Никакой молодой команды у нее нет. Просто натыкала в свою партию прикрытие. А после 10 номера идут те же самые казнокрады, газокрады и все прочие, которые всегда с ней работали. Сама помощь вам вообще ничего не предлагает. Она вам говорит, сделай сам. Ведь мы из Рубы. А мы вообще ни за что не отвечаем. Но обратите внимание, когда мы увидим результаты выборов, вы увидите силу, духа нашего народа. Они опять выберут партию власти, процентов 30-35. Опять проголосуют за самопомощь. Опять проголосуют за Ляшко головного мозга. И вы увидите этот прекрасный парламент. И он вам будет еще вредить в вашей голове еще год. На ток-шоу будут гавкаться. Но в стране ничего происходить не будет. Потому что людям не рассказывают об их перспективах, то, что делаем мы. И, к сожалению, у нас пока еще мало сил добиться до всех. Но обратите внимание, зарегистрировавшись буквально в апреле, сегодня огромное количество людей уже идет за партией 5-10. И это без метровых каналов. У меня на Ютубе каждый день подписывается 200-300 человек. Уже больше 105 тысяч подписчиков. Это значит, что мы пробиваем эту безумную брешь. И следующие выборы, которые мы с вами начнем, после того, как закончатся эти, и мы посмотрим наш результат, я призываю киевлям все-таки отдать свои голоса за мечты, за партию 5-10. Потому что для нас это пребесцит. Мы увидим, в каких городах мы имеем хотя бы немного людей, соображающих и готовых дальше нести простую истину. В течение 50 лет мы можем стать одним из самых богатых народов мира. Если снимем из себя налоги, которыми нас запутали, разрешение и то, что с нами делает государство, превратив нас в бездумную массу. После выборов мы практически сразу начинаем избирательную кампанию. В Киеве я буду баллотироваться в мэры города Киева, потому что я думаю, что Киев заслужил умного мэра. И мы всегда ставим сразу задачу. Буквально после выборов, в течение месяца-двух, нам надо закупить 10 автобусов по каждому району, в Киеве. И в каждом районе будет работать огромный автобус. И там на автобусах будет изображено то, как мы видим будущее Киева. То, что надо с ним делать. Сейчас уже на радиостанции я начал рассказывать об этом. Что у нас может быть и бесплатное метро. Как бы фантастически это не выглядело, но выгодно иметь бесплатное метро. Потому что на самом деле там есть где зарабатывать. И на рекламе, и на входах. И возможность есть на каждом конце станции построить огромные торговые комплексы, куда люди будут сразу приезжать и иметь возможность обслужиться. Вот это здание, которое находится сзади меня, можете посмотреть на него. И наша задача, чтобы здесь не было киевской мэрии. Это отель 4 сезона. Вот так надо фантазировать. Потому что на Крещатике чиновникам делать нечего. Мы либо сдадим в аренду вот этот комплекс. Потому что если мы не уничтожим вот эти здания с коридорной системой, не современной. Это то, что мне рассказали грузины. Они говорят, пока у вас будут стоять эти здания и там будут сидеть чиновники, вы ничего не сделаете. Потому что люди должны увидеть реальные перемены. Они должны увидеть современные, новые сооружения. И мы даже нашли место новой мэрии. Вы все знаете, что Янукович очень хотел построить здесь себе вертолетную площадку, а в результате у него получилась мэрия для нас. Прекрасное стеклянное здание, куда мы должны перетащить не этих чиновников, пусть они останутся здесь, а совершенно других. И начать все заново. Строить новую мэрию. А это здание либо будет выставлено в продажу и продано за 200-300 миллионов долларов с аукциона, либо сдано в аренду сетевой системе 4 сезона. Это отели, которые работают по всему миру и есть в каждой столице мира. Это будет привлекать сюда инвестиции и людей с деньгами, кто захочет сюда приехать и отдохнуть в Киеве, погулять по Крещатику. И вообще с Крещатика должны уйти все эти заведения, которые ему совершенно не свойственны. Крещатик очень похож на Елисейские поля, но только размерами. Он совершенно на него не похож формой обслуживания. Потому что на Крещатике не так, как на Елисейских полях. Здесь очень много министерств, НАК, Нафтогаз Украины и прочие мины, которые стоят по ночам и вечерам темные. От этого Крещатик совершенно темный. Так вот мы вместе с вами и не переживайте, как пройдут эти выборы, не обращайте на них внимания. Помните, что нам надо миллионы последователей. И для этого надо время. И если все партии после выборов забудут свои обещания и начнут менять программы и названия, то мы на следующий день после выборов просто усилим нашу агитационную работу. Ведь для нас это удовольствие, для активистов партии открывать людям глаза на безналоговую Украину. Открывать людям глаза на возможности предпринимательского духа. Что на самом деле мы завершаем столетний цикл буржуазной революции. Вы знаете, что буржуазная революция первая состоялась в феврале, по-моему, в 17-м году, а закончилась октябрьским переворотом. И с тех пор мы имеем безумную систему на этой территории. В начале Советский Союз, а вот сейчас 23 года налогового рабства. Но это не капитализм, а номенклатурный капитализм, в котором мы живем и довел нас до нищеты. Потому что через налоги, поборы, взятки обдирают все население. И вот нам вместе с вами предстоит совершить эту буржуазную революцию, антибюрократическую революцию, 5-10, которую мы вывесили на свои знамена. И вот эти мечты подкрепляют нашу работу. Мы здесь, на этом месте. Теперь будем собираться все равно каждую неделю. Кто хочет, приходит. Кто хочет, не приходит. Есть возможность, обязательно приходите. Потому что нас должно будет становиться все больше. Ничего, что холодно. Прошлую зиму отстояли на Майдане, утеплялись, подкладывали себе что-нибудь под одежду. И есть прекрасная идея активистов. На следующей неделе уже будет холодно, будут уши мерзнут. Поэтому приобретите себе шапочки и накатайте туда 5-10. Разных цветов. Я лично приду на следующую встречу в этой шапочке, где у меня будут здесь большие цифры 5-10. Это я посмотрел сегодня, ребята выставили. Очень стильно выглядит. Красные, синие, зеленые, черные шапочки и разные цвета. Просто цифр наших 5-10. Это легко сделать там, где накатывают цифры. Просто подойдете к ним со своей шапочкой, они вам туда накатают. Мы должны вместе с вами не просто нести истину, но и становиться самым модным движением. Поверьте мне, одного месяца хватит, чтобы народ наелся в парламенте Ляшко. Полтора месяца остается, чтобы наелся народ Порошенко. Наберет Порошенко вместе со своими опричниками, кто там идет по мажоритарным округам, порядка 180 народных депутатов. Но вспомните, у кого было год назад 180 народных депутатов. Помните? У Януковича. Порошенко это новый Янукович. Он тоже стремится подобрать под себя всю власть. И причина здесь одна. Он такой же, как Янукович. Он хотел дорваться до корыта. Он шел к этому корыту весь свой, сознательный, всю свою сознательную жизнь. Сам сын крупного номенклатурного деятеля советских времен, который еще успел в Молдавской ССР посидеть в тюрьме. Потом он был реабилитирован и уже сел в Украине, в Киеве. И дал сыночку старт в жизнь, потому что сыночек уже в 23 года был сказочно богат. И руководил целыми корпорациями. И, конечно, такой человек, который назывался еще, когда был предпринимателем или бизнесменом, не предпринимателем. Бизнес-пылесос сейчас превратился в политический пылесос, который всасывает в себя всю гадость, включая Путина и договора с Путиным. Я видел интервью после встречи в Милане, и там говорилось о том, что Украина собирается, оказывается, заплатить долг за газ 4,5 миллиарда долларов. 4,5 миллиарда долларов. Вся армия, годовой бюджет армии 2 миллиарда долларов. А они собираются отдавать долг 4,5 миллиарда долларов. Скажите, сколько винтовок с оптическим прицелом можно купить? Скажите, сколько можно купить электроприборов, чтобы отказаться от газа как можно больше? Почему власть продолжает вести себя как коллаборационистка, как пятая колонна в собственной стране? Почему мы до сих пор торгуем с оккупантом? И это все делают те люди, кого сделал Майдан властью. Мы с вами всегда обсуждали главную беду нашей страны, что мы к власти допускаем тех, кто этого не заслуживает. Потому что давно олигархат купил все каналы и промывает людям мозги на тех политиках, которые ему выгодны. Поэтому во вчерашнем Шустере вы видели Ляшко опять такое впечатление, что у Шустера любовь с ним по половому признаку. И на самом деле может быть уже надо готовить мусорный бак для Шустера. Потому что как бы они не едили с демократов и вроде бы дают всем слово, но вы видите, куда они загибают вас. И как для вас и как они промывают во всей стране мозги, чтобы попали во власть все те же старые люди, а самое главное, чтобы не появилось новых идей. Мы идем с новой идеей. Мы идем с идеей абсолютно другой страны. Страны без налогов. Страны, где свободно перемещаются деньги, товары и люди. Именно такая страна по нашему разумению может обогатить подавляющее большинство граждан нашей страны. И это шанс для нас. Потому что только в такой разоренной стране можно провести такую блестящую антибюрократическую революцию. И возможно Украина даже станет примером для всех остальных стран. Когда-то в 18 веке так стало примером для всех остальных стран Франция, которая одна из первых скинула с себя короля. Таким же примером когда-то стали Соединенные Штаты Америки, которые отказались платить налоги к английскому королю и сделали из себя на то время самую свободную страну мира. Все страны когда-нибудь идут одним путем путем свободы. Потому что только в свободном сытом довольном обществе могут появляться инновационные технологии. Украина это идеальная страна для системы 5-10. Потому что мы находимся между Россией и Европой и сюда на такую освободившуюся страну поедут капиталы со всего мира. и наши следующие выборы уже в сентябре следующего года. И мы будем продолжать нести всю ту же идею 5-10, но мы должны будем с вами завоевать плацдарм в Горсовете. И возможно плацдарм в Горсовете создаст предпосылки к той великой антибюрократической революции, которую мы с вами задумали с системой 5-10. Потому что захватив Киевсовет мы можем спокойно атаковать всю власть. И поэтому мы сейчас будем заниматься в Киеве очень сосредоточенно продолжать ту работу, которую начали. И те люди, которые уже продвинулись, которые обрисовали достаточное количество асфальта, заборов, крыш, цифры 5-10, продолжат эту работу ради своего собственного удовольствия. Я благодарен тем людям, которые включились в финансирование партии 5-10 по системе ставят 5-10. Деньги поступают хоть и медленно, но поступают. А это значит у нас есть уже люди, которые готовы поверить в самую безрассудную мечту настоящего переворота в Украине, переворота системы. И то, что мы с вами делаем вот на этом этапе, когда нас еще не так много, когда еще не стоят толпы, когда у нас еще нет огромного количества желающих сюда примкнуть, потому что мы партия победителей. Именно на этом этапе куется весь кадровый потенциал партии. Уже те люди, которые сами себя назначили агитаторами, сами ходят и уговаривают других людей поверить в мечту, которые сталкиваются с инертностью массы, с людьми, которые не хотят даже слышать о том, что они могут быть богатыми. Это удивительная страна, в которую селился ген нищеты. И вот этот ген нищеты, единственная партия, которая хочет вылечить своих граждан, это партия 5-10. Поэтому я вас поздравляю почти уже с окончанием избирательной кампании. Мы с вами встретимся и на следующую субботу здесь, потому что я очень хочу нарушить закон и поагитировать в субботу, когда нельзя будет агитировать. Поэтому обязательно встретимся здесь в следующую субботу. Не обращайте внимания на запреты. Во-первых, нас не успеют снять, а во-вторых, мы все равно не выигрываем. Мы занимаемся плебисцидом, поэтому особо не нервничаем, не переживаем, а получаем удовольствие друг от друга и от того, что мы делаем. Мы делаем величайшую революцию столетия, а может быть тысячелетия. Я неоднократно вам говорил, что за тысячу лет не изменилась структура экспорта с Украины. Зерно, руда, рабы и дешевые женщины. Так вот, мы хотим изменить эту тысячелетнюю историю территории Украины. Мы хотим, чтобы сюда поехали руда, рабы со всего мира пахать на нас. Чтобы сюда поехали женщины красивой всего мира за богатыми женихами, которыми станут наши граждане. И какая мне разница, когда мне говорят, что это невозможно. Мне приятно об этом думать. Какая мне разница, когда мне говорят, что у вас ничего не получится. Мне приятно думать, что получится. Это подкрепляет и усиливает мои жизненные силы. Потому что каждый день я спокойно стою и перетаскиваю тот поток информации, который могу на своем месте. И сколько получается, столько и делаем. И чем больше у нас будет вокруг нас собираться, и поверьте мне, собрать вот такую группу, добровольно пришедших каждую неделю, гораздо сложнее, чем собирать толпы проплаченных флажконосов, которые приходят тогда, когда им дают 50 гривен. Гораздо труднее поднять людей слово. И ты это начинаешь понимать, когда занимаешься этим ежедневно, постоянно, обращаясь к каким-то бессознательным чувствам людей, пытаясь зацепить их, когда будущим, а когда и обидными словами об их нищете. Но это все не напрасный труд, потому что если мы не остановимся завтра, послезавтра, год, два, мы уже не остановимся никогда, потому что этот вал будет нарастать постоянно. И у нас сейчас закончатся уже третьи выборы. Первые выборы я прошел в 2002 году, не в 2002, каком? Вот это недавно были. Да, в 2002, я уже зовут, в 2012. В Верховную Раду. Я набрал на Печерске, как кандидат народные депутаты, шел по мажоритарке, набрал на Печерске с идеей 5-10, 3,6 процента. По-моему, шестое место занял. И это Печерск, церкви страны, по которому я ездил и выступал и рассказывал про систему 5-10. Очень мало людей тогда приходило вообще слушать, что я говорю. Мы после того не остановились и решили зарегистрировать партию. И вы помните, что при Януковиче это было практически невозможно. Но мы выгнали Януковича и практически сразу нас уже в апреле зарегистрировали партию 5-10. Буквально через 20 дней мы ввалили следующую кампанию и вышли на киевские выборы. Народ выбрал Кличко, я набрал 2,5 процента. Как видите, с правдой много не наберешь. Партия набрала 1,5%. Но я тогда посчитал, что за 20 дней выборов это блестящий результат. И вот мы сейчас пошли на эти выборы для нас заведомо проигрышные и трачу деньги в заранее проигрышную позицию, но тем не менее я вижу, как люди встают, поднимаются и уговаривают соседей, друзей, знакомых, понимая, насколько это трудно убедить людей в их собственном великолепном будущем. И сейчас мы получим результат, я не знаю какой, нас даже не вставляют социологические опросы. Нас делают вид, что не существует. Нас не видят ни телеканалы, ни честные журналисты, ни в коем случае честная власть. Нас как будто бы вообще не существует. Но какие-то проценты мы не получим. Но это будет последний проигрыш. Потому что следующие выборы, я уже точно знаю, что мы выигрываем. И мы выиграем по простой причине. Потому что народ нажрется иллюстрацией. Народ прекрасно нажрется иллюстрацией. Сейчас уже создают комиссии во всех городах иллюстрационные комитеты. В общем-то чиновникам теперь новым есть чем заняться. Гонять старых чиновников. Но делать они ничего не будут. Народ наестся нового федерального бюро, которое будет заниматься контролем над контролерами и контролировать контролируемых. Но делать они ничего не будут. Потому что они этого даже и не обещали. Посмотрите все программы партии, они вам обещают только новые лица, честных политиков, иллюстрации и финансирования всего социального сектора. На вопрос а где вы деньги возьмете, у вас экономика стала. И если раньше бюджет еще в прошлом году был 40 миллиардов долларов, то в этом году уже 30 миллиардов долларов. Потерян Крым, потерян Луганск и Донецк навсегда. Где вы деньги, ребята, возьмете? Вот этот вопрос повисает в воздухе. Они говорят, что они что-то будут восстанавливать. Они даже не могут сказать, что восстанавливать. Они говорят, что будут развивать IT-сферу. Да она и без них развивается. Считайте, что их для IT-сферы вообще не существует. У нас есть одна проблема в государстве. На территории Украины вообще не едут жить и работать состоятельные люди. Состоятельные люди бегут с территории Украины. Как только заработаешь деньги, очень хочется уехать из этой страны, чтобы не видеть этот прекрасный народ, этих чудесных украинцев, которые шипят на друг друга по одной причине. Причине нищеты, зависти и непонимания, где они находятся и зачем в этом мире. Потому что граждане Украины приучили ходить стадом, верить пустословным обещаниям политиков, но совершенно люди разучились думать. Вот то, что мы делаем вместе с вами, мы учим людей думать. Думать о себе и о своей семье, о том, где будут завтра зарабатывать деньги, о том, как заманить деньги на свою территорию. И есть только один способ, это система 5-10. И она самая четкая и самая ясная. Об нее разбиваются все экономисты лже с приставкой. Все политики лже с приставкой. Потому что они не могут ее оспорить. Единственное, что они придумали, не замечать, как будто бы нас нет. Единственный ответ, который мы слышим от экономистов и политиков, они говорят, надо посчитать. Находясь по 20 лет у власти, они до сих пор говорят, что надо посчитать. Потому что никогда ничего не считали, не ставили цель обогатить граждан Украины. И вот партия 5-10 это единственная, которая ставит именно такую цель. Как бы фантастически это не выглядело. Я очень хочу, чтобы граждане Украины стали самым богатым народом мира. Чтобы деньги рекой потекли на территорию Украины. И я знаю, что для этого делать. так что нас становится все больше. И следующие выборы уже наши. Это будет сентябрь. Выборы в местные советы. Я прекрасно понимаю, что надеюсь, киевляне уже не будут голосовать за боксерские перчатки. Я надеюсь, что за космонавтов они в очередной раз не будут голосовать. Или за старых маразматиков, которые тоже пытаются занять мерское кресло. мы идем в Киевсовет делать очень резкие перемены. И вот так же, как я веду себя в жизни достаточно нагло, креативно и вызывающе, представьте себе, как я буду себя вести на посту мэра. Я очень быстро выставлю всех из этого здания и переведу туда стеклянное. Но не все туда вместятся. Останутся только те, которые захотят нормально работать и зарабатывать. А все остальные пойдут работать в народное хозяйство, заниматься предпринимательской деятельностью. Киев должен стать меккой предпринимательства. В Киеве впервые будет все разрешено. В Киеве мы постараемся сделать при помощи предпринимательского духа такую красоту, которую невозможно сделать при помощи бюрократа. Мы перестанем здесь запрещать я мечтаю даже о мощном управлении по разрешению. Чтобы человек приходил, он не успел рот открыть, что он хочет что-то сделать, а ему уже разрешили. Мы сможем с вами решить фантастическими идеями и будем их рисовать на каждый наш автобус, который запустим, чтобы люди видели визуально, что мы хотим сделать. Каждую районную администрацию мы точно так как и киевскую администрацию хотим отселить с их зданий, потому что это все бывшие здания КПСС, это все бывшие райисполкомы. Но мы можем совершенно спокойно рядом строить стеклянное здание, переселять туда прозрачные помещения чиновников, а эти здания или продавать, или сдавать в аренду. И все это будет приносить киевскому обществу огромную прибыль. Тогда мы сможем действительно зажить. И киевская мэрия должна стать защитником всех тех, кто что-то делает, кто что-то производит, кто оказывает хоть какие-то услуги. Только этим людям надо давать все возможности и предоставлять. Именно с этой целью мы пойдем в киевскую мэрию. И именно с этой целью я выдвинусь в мэры города. И мы посмотрим, захочет ли Киев иметь умного мэра. Потому что наш лозунг должен быть. Киев заслужил умного мэра. Да и Киев не выживет без умного мэра. Потому что то, что сейчас происходит, это называется самоустранение от всяких решений проблем. Это просто пересиживание определенного политического периода времени, чтобы как-то все рассосалось и утряслось. И нам предстоит великолепная прогулка по выборам в городской совет. Те люди, которые хотят баллотироваться, можете уже обращаться в партию. Мы приглашаем. Мы постараемся провести как можно больше в горсовет. Нам понадобятся люди на местах. Будем набирать их членов партии, которые проявили себя. И сейчас мы можем сосредоточиться на этих выборах. И кстати, по нашей системе 100-5-10, то, что мы собираем деньги на то, чтобы свалить олигархическое государство, вот киевскую мэрию, если я стану мэром, я смогу уже вернуть все те деньги, которые мы приняли на счет тем людям, которые сдали. Но они останутся дальше в системе. Это первое вознаграждение, которое мы сможем получить вместе с вами. В случае, если Балашов станет мэром города. И иду я на мэры города не для того, что мне нужны особо деньги, почести. Мне надо плацдарм для того, чтобы прорваться выше. И мне надо продемонстрировать результат на мэрии Киева, что это возможно и во всей Украине. И даже если законодательно ничего не поменяется для всех граждан, и НДС эти останутся, киевская мэрия это такой плацдарм, который позволит креативно защитить всех предпринимателей города Киева. Чтобы за ними прекратили гоняться всевозможные чиновники, чтобы прекратили запрещать, а старались помогать и разрешать. Потому что я уверен, что если Киеву разрешить зарабатывать деньги, не ставить препоны,